Показываю первое, самое примитивнейшее растение, которое у нас сейчас тут будет. И вопрос, цитирую вопрос ЕГЭ о нем. Это, конечно, хламидомонада. И вопрос был следующий. Она такая грушевидную, можно сказать, форму имеет. О ней какой же был вопрос. Набор хромосом гометофита и спорофита хламидомонады. Объясните, какой набор хромосом имеет гометофит и спорофит хламидомонады. Из каких исходных клеток он появился. И в результате какого деления. Когда результат деления, имеется в виду, вы митос или миоз должны сказать. Как вы думаете, какой у нее набор хромосом? М, конечно. Поэтому, если Н, у нас Н наборы хромосом гоплоидные имеют в основном гометофита. Поэтому вы скажете, что сама хламидомонада является гометофитом. У нее набор хромосом одинарный. Ну, раз я слово гометофит сказал, если я такую фрау сказал, значит она гомето образует. Гометофит это те, кто гомето генерирует. Скажите, кстати, напомните мне, как у нее гомето образуется? Как метозом, правильно, конечно же. А как это называется? Ну, там ядро делится метозом. Хочу вам сказать, что это именно методическое деление ядра. Это такой не классический метоз. Метоз тогда клетка делится. А тут клетка не делится. Клетка та же будет. Ну, ядро делится много раз. А как это еще, кстати, называется деление? Эндомитоз. Кстати, можно эндомитоз это назвать действительно. Это тоже верно. Или кариокинез без цитокинеза. Кариоз — это ядро, то есть деление ядра. Кариокинез — это деление ядра. Ядро делится, но клетка не делится. То есть цитокинеза не будет. Поэтому много ядер возникнет. Но вообще я жду, чтобы вы сказали, что это будет, знаете, как звучать? Множественное деление ядра. Вот так у нас в биологии. Что? Шизогония. Правильно. Еще, кстати, шизогония у нас встречается не только… Это вид бесполого размножения. Ну, не только бесполого, но и здесь вот и полового тоже фактически. В основном, правда, бесполого. У кого еще, кстати, шизогония в цикле у нас встречалась, как вы считаете? У кого? Умалериналплазмодия. Там это было именно пример бесполого размножения. А тут шизогония и бесполое половое дают. Ну, знаете, тут при половом процессе тут много образуется гомет. Я хотя бы тут, не знаю, несколько покажу. Но потом гометы от разных… Ну, сначала вот они здесь, все внутри, из ядра образуются, да? А потом они выходят, эта клетка погибает. И они сливаются. Две гометы соединятся. Образуется… Кстати, гометы гоплоидные тоже. Образуется зигота. Какова ее судьба? Да, зигота должна перейти опять в такую же, ну, как бы во взрослую. Значит, ей надо уменьшить набор хромосом. Видите, у нее двойной, а во взрослой одинарной. Значит, она будет делиться миозом на 4. А миозом всегда на 4 это бывает у нас. И в итоге образуется 4. Кстати, что это за клетки будет 4? Как вы думаете? Как мы их назовем правильно? Споры. 4 споры, да. Но 4 споры будут такие же, похожи на нее. По сути, это зооспоры. Они потом подрастают и становятся уже взрослыми хламидомонадами. Да, фактически. Таким образом, здесь хламидомонада была гометофитом. Как она образуется, вы скажете, из спор. Фактически из зооспор, которые образовались из якуты. Да, вот они, можно такое сказать. Теперь. Кстати, как вы считаете, это вот у нее половое. При каких оно условиях идет? При каких условиях идет? При неблагоприятных. Когда холодно, там осенью, да, начинается. Конец сентября, октябрь, да, у нее будет. Если мы говорим о бесполом, чем оно будет отличаться? Ведь у нее бесполое бывает. Что? Просто деление по клетке. Нет. Кстати говоря, кстати, вот когда гометы, здесь до 200 гомет образовывалось. А бесполое идет путем, таким же путем, множественное деление ядра. Оно идет летом, но там будет не 200, а 4 всего лишь клетки внутри образованы. И эти четыре будут называться не гометы, как здесь, а, вот я их здесь могу написать отдельно. Это будут зооспоры. Ну, потому что это бесполые. Они тоже, конечно, гоплоидные все будут. И все, они сразу потом подрастают и становятся такой же хламидомонадой. То есть это, они выходят из нее, да, то есть 4. Обратите внимание, раз это зооспоры, и они образуются, откуда они выйдут из нее, а тут из нее выходили, когда она разрывалась, гометы. Вот здесь я прям хочу это подчеркнуть, да, что это гометы. Поэтому хламидомонада, так как из нее гометы вышли, она является гометофитом. А теперь из нее вышли споры. Значит, она является и спорофитом одновременно. То есть взрослая хламидомонада и гометофит, и спорофит. Но здесь одна тонкость есть. Причем этот вопрос уже был в прошлом году в сборнике Калинова и опубликован. Еще один спорофит есть у хламидомонада, не только она сама. Вот она сама, спорофит, потому что она вот эти споры выделяет, да. Ну вот он, зигота. Спорофитом в ее цикле также является зигота, потому что, во-первых, это логично, потому что спорофиты, видите, вот это же тоже за споры. Это тоже за споры, у них же жгутики. И вы бы один балл не получили, вы получили только два балла в ЕГЭ, если бы вы написали, что она является спорофитом, за споры выделяет и гометофитом. А зиготу не написали бы, вот за это по одному баллу. А за это, если бы вы не написали, у вас бы третий балл сняли. Потому что реально зигота, тоже спорофит, она делится миозом, образует споры. Вот, кстати, видите, какой маленький спорофитик, такой незаметный. Таких у нас почти нереально. Вот если мы сейчас спросим, например, знаете, какой-нибудь там, чем представлен спорофит у тюльпана, если бы меня спросили в ЕГЭ, я бы сказал, сам тюльпан. Весь тюльпан, по сути, делает аспорофит. Все его клетки, листья, стебли, стебель, лепестки. У них везде двойной набор хромосом. Мы спорофитом называем двойную стадию, диплоидную стадию. Продолжение следует...